МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. Чрезвычайные ситуации, случившиеся на московском мосту в Чебоксарах вызвало широкий общественный резонанс. Огромная яма стала главной темой во всех СМИ столицы и России в целом. А уже сегодня на самом месте происшествия все выглядит так, словно никакой аварии не было. Как удалось так быстро ликвидировать последствия и в чем причина инцидента, разбиралась съемочная группа нашего телеканала. Еще вчера жители северо-западного района города Чебоксары с трудом добирались до дома. Всему виной огромные пробки последствий ЧП на главной транспортной артерии столицы. Мы не ожидали, что так будет. Никто не мог предвидеть этого. Конечно, реакция была. Срочно восстанавливать. Перегородили движение. Восстановили. Кто же виноват в случившемся? Погодные условия, нарушение технологии ремонтных работ или же безалаберность рабочих? Мы считаем, что здесь недоработка подрядной организации. Поэтому в первую очередь будем решать с ними. Бюджетных средств здесь использованы не будут. Еще вчера вечером горожан волновал один единственный вопрос. Когда устранят обвал и восстановят движение? А уже сегодня ранним утром жители столицы смогли пользоваться мостом ветеранам. Было принято решение положить сюда не просто песок, потому что все равно ночью должен был пойти дождь, песок бы все равно вымало. Поэтому мы положили туда бетонный бой 25 тонн, 70 тонн песка мелкого боя, асфальтобетонного боя, асфальт, лом так называемый, 25 тонн, 30 тонн щебня сверху положили. Все это укатали, 90 тонн песка и 13 тонн асфальта. Все закатали, проезжую часть открыли. Работы были завершены в 12 часов ночи. О вчерашнем происшествии в самом сердце столицы Чувашии сейчас напоминают только собранные ограждения и забытые лопаты. Сейчас вы видите, что дорожное полотно восстановлено. Мы пригласим сюда еще специалистов, экспертов, которые приведут обследование. И мы рассмотрим проект усиления полотна между стенкой и материком. Кстати, ремонтные работы по замене дорожного покрытия начались еще в середине мая, а закончить их планировали ко дню республики. По словам главы администрации города, ремонт моста будет закончен в срок. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Председатель Госкомитета Чувашии по чрезвычайным ситуациям, оценивая вчерашнее обрушение грунта на Московском мосту, сказал, что все службы столицы Чувашии сработали оперативно и повторения быть не должно. Сейчас в строительстве используются технологии, которые позволяют быстро и качественно устранять последствия таких происшествий. А еще Вениамин Петров попросил жителей республики во время выходных быть осторожными и следить за предупреждениями МЧС. «Надо быть готовым, потому что впереди еще 4 дня, по прогнозам Гидромета, такие погодные условия, такие погодные явления, они характерны для этих 4 дней, праздничных выходных. Поэтому все службы должны быть готовы. Ну и сами, мы сами, население тоже должны знать и соблюдать меры безопасности. Это и купание, это и пожары, это даже вот когда гроза, молния, потому что надо знать, как, куда, если так уж выражаться, прятаться, потому что возвышенности не должно быть, под деревьями не должно быть, то есть надо себя оберегать, и меры безопасности надо соблюдать». Еще одно происшествие случилось вчера. На автодороге М7 произошло крупное ДТП. Столкновение произошло в районе Карачур. Столкнулись бензовоз и инкассаторская машина. Как стало известно, водитель грузовой машины, автотопливозаправщика, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. По ней двигался бронированный автомобиль инкассаторской службы. В результате ДТП травмированы 4 человека. Сегодня прошло заседание Кабинета министров. Перед началом глава Чуваши прокомментировал указ об основных направлениях бюджетной политики Чувашской республики на 15-й год и на плановый период 2016-17-го годов, который он подписал утром. Указ позволит повысить эффективность госпрограмм, которые действуют в республике. Планируется сократить неэффективное расходование бюджетных средств. Для обеспечения темпов роста экономики должно быть продолжено создание комфортных условий для развития бизнеса и деловой активности. Для обеспечения темпов роста промышленного производства продолжится работа по созданию комфортных условий для открытия новых предприятий, стимулирования инвестиционной активности и делового климата, дальнейшего развития малого и среднего бизнеса. В то же время следует усовершенствовать процедуру отбора инвестиционных проектов, ужесточить контроль за их реализацией, повысить качество проектно-сметной документации. Согласно закону, необходимо сократить неэффективные расходы, улучшить работу по оптимизации доходов и улучшению предоставления госуслуг. Важно, заметил глава, нанимать на работу квалифицированные кадры. На заседании Кабинета министров утверждены также правила предоставления субсидий автономной некоммерческой организации Центр прототипирования инновационных разработок. Центр некоммерческий, его основная социальная нагрузка ложится на то, чтобы оказывать услуги, и они, как правило, направлены не на развитие центра, а именно по льготным ставкам для поддержки предприятий. Поэтому мы планируем закупить дополнительное оборудование и увеличить размах оказываемых спектр поддержки и количество организаций, которые могут воспользоваться услугами данного центра. Я оцениваю положительно, но, однако, на те моменты, на которые вы обратили внимание, на частные случаи, безусловно, нужно уделить особое внимание этим частным случаям. 52 земельных участка площадью более 30 гектаров, расположенные в разных районах республики, переведены из земель сельхозназначения в земли промышленности, энергетики и транспорта. Там либо уже построены, либо планируется построить участки федеральной трассы М-7. Проектом постановления предусматривается перевод земельных участков из земель сельхозназначения в землю промышленности и иного специального назначения, общей площадью более 30 гектаров. Участники заседания также внесли изменения в республиканскую государственную программу развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышения экологической безопасности и обсудили меры по организации и осуществлению на территории Чувашия мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. В преддверии Дня Республики министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Авреликин рассказал журналистам о главных праздничных событиях. За кадром до праздника осталось не так уж много времени. Уже сверстаны программы мероприятий. Ясно, кто приедет на 7-й Чебоксарский экономический форум. Какова тематика круглых столов. Определены участники межрегиональной выставки, интерьеры, экспозиции. Министр напомнил, что помимо деловых встреч готовится и обширная праздничная программа. Посоветовал всем посмотреть международный фестиваль фейерверков и стать участником интернет-голосования. Фестиваль, кстати, будет проходить в седьмой раз. А еще вернулся к сотрудничеству с Китайской Народной Республикой. Ведь состоялся обмен делегациями. Следующим шагом Владимир Аврелькин видит конкретные договоры и конкретные проекты партнеров в Чуаши. Мы пришли к тому выводу, что необходимо точно работать с каждым из государств. То есть не распыляться на всех и не улыбаться всем, а улыбаться тому, кому мы знаем, от кого мы можем получить поддержку и с кем мы можем конкретно наладить сотрудничество. В этом году, в апреле месяце, я посетил тоже Китай. Мне кажется, там многому есть чему поучиться у них. И почему мы начинаем сотрудничать. Во-первых, наш стратегический партнер. Это не только в свете того контракта, который подписал сегодня Газпром. Они большие потребители. Кроме того, продукции сельского хозяйства. Сегодня они себя не обеспечивают. И мы ведем ряд проектов с регионами, с провинциями Китая по именно сфере развития глубокой переработки сельского хозяйства, лесного хозяйства. Плюс мы сейчас вышли на контакты по локализации здесь производства лифтового хозяйства. У нас много компаний, которые взаимодействуют сегодня с Китайской республикой. Полностью комментарии министра вы увидите в программе «Правительственная связь», которая выйдет в эфир 18 июня в 20 часов. ЖКХ. Что необходимо сделать, чтобы эта аббревиатура не ассоциировалась у россиян с несправедливостью, халатностью и коррупцией? Об этом они только говорили на Всероссийском форуме в Челябинске. Как много в этом слове для сердца русского слилось. В данном случае речь не о Москве, а о ЖКХ. Запредельные суммы в расчетках есть, а вот качественных услуг почему-то нет. Думаю, подобная ситуация знакома многим жителям страны. И по инициативе единороссов более тысячи работников жилищно-коммунальной сферы собрались в Челябинске, чтобы обсудить, что с этим делать. На повестке дня вопросы лицензирования управляющих компаний, повышения качества коммунальных услуг, расселение аварийного жилья, модернизация жилищного фонда. Только по сетям теплоснабжения нам требуется замена приблизительно трети соответствующих сетей. В некоторых случаях это треть, средняя цифра, как обычно. Это и две трети, и три четверти. В общем, ситуация весьма и весьма непростая. Она, понятно, как создавалась, она копилась. Она связана с отсутствием финансирования в определенные периоды. Кстати, и в советский период, и в постсоветский период. Но в любом случае объем проблем очень большой. Премьер-министр страны заявил, в России нет региона, где бы проблемы жилищно-коммунальной сферы не давали о себе знать. В свою очередь представители делегации из Чувашии отметили, проблемы в городах схожие, и опыт коллег лишним точно не будет. Было много еще вопросов, касаемо более качественного обслуживания. Были предложения из других регионов. Выступали старшие домов, выступали управляющие компании, которые говорили о том, с чем они сталкиваются в поле своей работы. Самое главное и основное, то, что сегодня все эти проблемы были озвучены, есть понимание, понимание открытости, прозрачности. Другого пути нет. Сегодня четкая задача поставлена субъектом. Это касается и нашей республики. Должна быть разработана дорожная карта до конца 2014 года, где четкое должно быть понимание того, что нужно делать. И на основании этого, конечно, будет государственная поддержка. Территория России огромная. По оценкам экспертов, жилищно-коммунальный сектор у нас самый сложный в мире. Конечно, сразу кардинально жизнь россиян этот форум не изменит. Однако, отмечают специалисты, главное – начать действовать. Ольга Пыречкина, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах состоялось несколько важных событий. Государственный совет Чувашской республики отметил 20-летие. В нынешнем парламенте Чувашии работают депутаты 5-го созыва. В Чувашии есть депутаты со стажа, можно сказать, профессиональные парламентарии. Их трое. Это Петр Краснов, Юрий Хислов и Киемидин Мифтахудинов. Они были депутатами еще и Верховного Совета ЧССР. Есть и только избранные. Все они принимали сегодня поздравления. За 20 лет работы современного парламента Чувашии были рассмотрены сотни законопроектов, приняли тысячи постановлений. Все это депутаты называют рутинной работой, которая была направлена на благо жителей республики. На рубеже 90-х годов многое в законодательстве создавалось впервые. Сейчас их работу можно назвать профессиональной. Менялись эпохи, менялись политические режимы, формы охранения. Но они изменены, оставались статус и полномочия парламентария. Прежде всего, это законодательное обеспечение государственного устройства, правоорегулированное в жизни граждан, а дальше в деятельности хозяйствующих судей. С 20-летием парламента Чувашских законодателей поздравили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Поздравительные телеграммы направили и законодательные органы практически всех регионов страны. Активно взаимодействуют парламентарии из исполнительной ветви власти. Наша республика вошла в число четырех регионов страны, разместившие открытые данные по всем необходимым темам. За прошедшие годы по просьбе жителей в нашей республике, Юрий Алексеевич уже сказал, созданы и они эффективно сегодня работают четыре новых института. С текущего года заседание правительства Чувашской республики по просьбе депутатов и общественности транслируется в сеть интернет в режиме онлайн для всех, кто хочет в очередь следить за обсуждательными вопросами и кто хочет реально повлиять на те или отдельные темы. Народные избранники нынешнего созыва только за два года рассмотрели уже более 200 законопроектов. Немалый инициатив был отправлен и в Государственную Думу России. Помимо этого парламентарии, активные организаторы и участники всех самых важных для республики мероприятий, как в Чувашии, так и на федеральном уровне. На празднике депутаты отметили и тех, кто работает с ними в тесном контакте. Были подведены итоги конкурса среди журналистов и редакции средств массовой информации. Лучшая радиопрограмма, по мнению парламентариев, создается Анастасией Акшаровой, шеф-редактором Национального радио. Второе место в номинации «Лучшая телепрограмма» или «Лучший материал на телевидении о деятельности Государственного совета Чувашской республики» присуждено начальнику продюсерского центра национального телевидения Надежде Яковлевой. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошло торжественное собрание, посвященное Дню социального работника. На этой неделе они принимали поздравления два раза. Официально свой профессиональный праздник сотрудники социальной сферы отмечают 8 июня, но наградить их решили не в выходные, а в будни. О лучших из лучших в своей профессии репортаж Дмитрия Ковалева. В зале театра и опера и балета на торжественном вечере собрались те, кто готов всегда возложить на свои плечи людские проблемы и решить их. Зачастую помощь от социальных работников ждут инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и сироты. Одним словом, те, у кого нет никакой возможности пособудиться о себе самостоятельно. Эта профессия важна, ведь каждый, кто встает на ее путь, должен следовать главному принципу – помогать, насколько бы это ни было сложно. Они лечат, помогают найти работу и получить положенные по закону выплаты. Марина Капитонова уже давно трудится врачом Калининского психоневрологического интерната в Урнардского района. Сейчас там проживает почти 300 человек, и каждому, говорит социальный работник, необходим индивидуальный подход. Они нуждаются в постоянном уходе. В этом году ее работу оценили по достоинству. Она заняла второе место в одной из номинаций Всероссийского конкурса. Вообще, уверяет Марина, она ни разу не пожалела о том, что выбрала именно эту профессию. Я всегда хотела помогать людям, оказывать помощь в трудную минуту, чтобы они не болели в нас, кружины были заботой, лаской. Первые социальные работники появились в стране более 300 лет назад. Именно тогда император Петр I подписал указ, согласно которому в каждой богодельне должен появиться человек, постоянно присматривающий за больными людьми. А уже в царской России было создано множество приютов и воспитательных домов для одиноких и нетрудоспособных. Сейчас общество нуждается в социальных работниках еще больше. Но главное – другое. Необходимо развивать систему для обслуживания инвалидов, пожилых и малоимущих. Государство тратит на эти цели огромные средства. У нас социально ориентированный бюджет республики. 5,6 миллиардов противоделяем для того, чтобы оказывать адресную, своевременную помощь тем, кто на сегодняшний день нуждается в этом. В социальной сфере Чувашии трудится более двух тысяч человек, но их поддержка необходима 100 тысячам жителей республики. На торжественном собрании лучшие из лучших получили государственные награды, благодарности и почетные грамоты. Митрий Ковалев и Антон Вовк. Республика. Еще один профессиональный праздник отметили сегодня в Чувашии – День работника миграционной службы. День работника миграционной службы появился в календаре официальных российских профессиональных праздников сравнительно недавно – в 2007 году. Федеральная миграционная служба занимает особое место. Ее деятельность направлена на обеспечение прав и законных интересов граждан. Именно сотрудникам Федеральной миграционной службы, чаще других, приходится обслуживать большое количество населения и ежедневно решать их гражданские вопросы. Федеральная миграционная служба Российской Федерации – это самостоятельный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг, предоставление гражданства и контроль миграционных потоков. Самая знаковая, пожалуй, функция ФМС – это выдача загранпаспортов жителям России. Прошло 22 года с момента создания Федеральной миграционной службы. За это время сотрудниками ФМС России проделана значительная работа по реализации государственной миграционной политики. Именно Федеральной миграционной службе государство сегодня доверило защищать интересы российских граждан и соблюдать международные права человека на свободу перемещения. И под конец рабочего дня пришли приятные известия из Москвы, где проходит фестиваль детского телевидения «Включайся». Программа национального телевидения «Чуваши» Акилбупсер признана лучшей среди детских новостных программ. Детские новости Акилбупсер выходят в эфир меньше года, но даже за это время приобрели большую популярность у телезрителей всех возрастов. Авторы программы Мария Яндрея Шоклева признаны авторитетом в области детского вещания. В разные годы их передачи становились обладателями многих премий, в том числе и такой престижной, как ТЭФИ. И вот еще одна победа в копилке творческой группы Акилбупсер. Сегодня почти 540 тысяч выпускников в России сдали ЕГЭ по химии и общество знания. По словам руководителя Федерального центра тестирования Сергея Пономаренко, общество знания стало самым популярным экзаменом по выбору в этом году. Сегодняшнее испытание станет последним в основной волне ЕГЭ 2014. Также сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Чувашии один из обязательных предметов для выпускников этого года сдавали 6880 человек. Максимальное количество баллов сумели набрать 37 выпускников. Не справились с экзаменом, не набрав минимального количества баллов почти 2% участников. Кстати, минимальный порог оценки ЕГЭ по русскому языку в этом году снизился до 24 баллов. По последним данным, в основную волну сдачи ЕГЭ 2014 было аннулировано уже 1026 работ по всей России. Из них 16 в Чувашии. Именно столько учеников оплатило за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Все возрасты покорны спорту. Это в очередной раз доказали спортсмены почтенных лет. Более 300 представителей старшего поколения из 60 регионов России и ближнего зарубежья собрались в Чебоксарах, чтобы принять участие в первой в истории всероссийской спартакиаде пенсионеров. На стадионе Олимпийский сегодня прошло открытие. Вам первым нужно было поднимать солену. Вам первым нужно было строить каналы, магнитку. Вы первыми вставали в ряды защитников Отечества. И сегодня вам выпало опять быть первыми, открывать первую в истории нашей новой России спартакиаду пенсионеров. На финальных играх собрались победители региональных первенств, лучшие спортсмены-любители. Им предстоит борьба в пяти видах спорта – плавание, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба и шахматы. Вне турнирной таблицы пройдут состязания в волейболе и домино. Сегодня действительно доброе историческое событие открывается именно на Чувашской земле, потому что сегодня Чувашская республика обладает, пока обладает званием, результате национальной премии «Самый спортивный регион». «Спорт – это самый эффективный, серьезный инструмент формирования в человеке всех лучших качеств. Это трудолюбие, целеустремленность, мужество, воля к победе». Возраст участников ограничен только нижним порогом. Для мужчин не моложе 60 лет, для женщин – 55. Соревновательный дух им не чужд, хотя на масштабных событиях с широкой географией скорее происходит единение народов. «Мы очень надеемся сегодня завоевать золото, только золото. Ну, может быть, уступим Чувашской команде, как принимающей стороне». Эти спортсмены еще дадут фору молодым. Им будто не подвластно время и почетный возраст. А секрет бодрости духа, как признаются участники, достаточно прост. «Главное – любить себя, любить то, что ты делаешь, и делать это с любовью. И тогда жизнь приносит наслаждение, а работа приносит наслаждение. И все в своей жизни я делаю с удовольствием. Мне нравится заниматься спортом и поддерживать себя в хорошей спортивной форме». Соревнования продолжатся и 12 июня. На стадионе «Олимпийский» пройдут турниры по легкой атлетике и пулевой стрельбе. Там же состоится эстафета «Мира», в которой примут участие команды из стран ближнего, зарубежья и СНГ. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Такой была среда глазами журналистов национального телевидения. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасных выходных. Редактор субтитров А.Семкин